Перерабатывающему заводу на Алтае быть. Краевые власти, которые игнорировали его возведение за огромной стоимости, не вложатся. Регион выделит землю неподалеку от Барнаульского полигона. По плану чиновников, строительство ряжет на плечи инвесторов. От 30 до 50 миллионов. Во-первых, самое важное, они закроют всю необходимую потребность сегодня в утилизации особо опасных отходов медицинского назначения. Эти отходы в Крае утилизируют и сейчас, но в рамках завода мощности расширят, технологию улучшат. Попридухин подчеркнул, что объект будет принимать и другие виды мусора, в том числе твердые коммунальные. Поэтому главная задача властей – отработать схему обращения с ТКО. Министр транспорта Евангелев сказал, что сейчас не хватает 10-15 тысяч контейнеров на общую сумму в 400 миллионов. А маршруты вывоза корректируют. Но важный итог полугода реформы – мусора стало больше. Количество мусора больше, местами даже кратно, больше, чем изначально планировал в схемах. Схемы делаются из фактических данных по прошлым годам по образованию мусора. Это говорит о том, что сегодня люди, все большее количество мусора ТКО уже вводят в систему централизованного, цивилизованного обращения, а не выбрасывают на лесополосах. Кстати, министры сообщили, что раздельный сбор – не самоцель реформы. Куда важнее, подчеркнул Гилев, разделить мокрые и сухие отходы. Но этот шаг в реформе не будет следующим.